С 16 октября сотрудники госавтоинспекции города Казань начали массовую проверку водителей такси. В связи с этим было остановлено около 500 водителей. И самое значимое, на 200 из них были заведены административные дела за нарушение. Такие проверки проводят уже не в первый раз, из каждой новой мнения разнятся. Так, пользователи сервисов по заказу такси двумя руками за подобные рейды. А вот сами водители полны возмущений. На просторах интернета можно найти множество видео и информации о жалобах таксистов на пассажиров. Рейды такси, по такси, они бесполезные и людоедские. Объясняю почему. Почему? Потому что по букве закона на такси работать нереально, невозможно. Это неосуществимо. Потому как таксистов очень много, машин много, водителей много. И по букве закона они должны утром проходить предрейсовые медицинские осмотры. И автомобиль должен проходить технический осмотр. Вы представляете, какая инфраструктура должна быть, чтобы проверить и выпустить на линию тысячи водителей, допустим, к утреннему часу пику. Ни одна инфраструктура с этим не справится. Первостепенная цель остановки таксистов с сотрудниками ГИБДД – проверка лицензии на коммерческую перевозку людей. С 2022 года ввели закон об обязательном наличии лицензии для работы в таксопарке. А с 1 сентября 2023 года это стало еще сильнее регулироваться законом. За перевоз людей без сертификата можно получить штраф в размере 5000 рублей. А в худшем случае у водителя могут даже конфисковать машину. Помимо разрешения на работу проверяли и техническую составляющую автомобиля. Так оказалось, что больше половины всех машин оказались неисправными. И это могло понести за собой последствия. На мой взгляд, это очень необходимая мера. Это необходимая мера, которая стоит также огромного внимания, потому что это большая проблема. Так скажем, многие сталкиваются с таксистами, которые не выполняют свои требования, нарушают ПДД и, соответственно, ездят корень и неаккуратно. На мой взгляд, важно следить за теми людьми, которые приезжают к нам и работают непосредственно, потому что они ежедневно могут подвергать риску граждан, как внутри машины, так и за ее пределами, элементарно не зная знаний ПДД. То есть, разумеется, все это нужно требовать с них, чтобы они все это изучали, повторяли. Стоит отметить, что условия для работы в такси становятся все строже с каждым годом. Для этого есть свои причины. Всевозможные скандалы связаны с непрофессиональным поведением водителей. Но, помимо всего, это также и сказывается на людях, которые качественно выполняют свою работу. Сейчас, чтобы работать перевозчиком, нужно пройти несколько бюрократических процедур и пройти всевозможные тесты на наличие профессиональных навыков и знаний языка. Валерия Карташова, Универньюз.